Друзья, всем привет! Мы с вами продолжаем серию роликов о моей истории. Под предыдущим видео вы нас выбирали 50 лайков. Я понял, что эта тема вам интересна, поэтому продолжаем. Все это время в своей практике я старался выстроить определенный баланс между работой и определенной свободой, но у меня получалось не особо. Я пытался как-то построить свой график, но все равно больший перекос был в сторону работы. Когда ты работаешь, у тебя растет доход, но ты платишь за это днями своей жизни. Потом ты куда-то поехал на какой-то отдых, наслаждаешься жизнью, временем с друзьями, с семьей, но за счет того, что ты не работаешь, у тебя доход падает. Я же хотел выстроить систему, где ты работаешь в комфортном для себя темпе, спокойно, но эффективно. При этом у тебя есть относительная свобода планирования своего графика, и когда ты уехал в отпуск, у тебя не падает доход. То есть было бы классно создать такие дополнительные источники дохода, чтобы ты зарабатывал деньги не только тогда, когда ты напрямую работаешь руками. Я перепробовал различные инструменты, проходил различное обучение, но это не давало нужного мне результата. Наиболее логичный путь в эволюции дохода врача, по которому идут сотни врачей, это открытие клиники. И долгое время я видел этот путь, наверное, единственным для увеличения своего дохода и обретения вот той свободы, которой я хотел бы. Я был уверен, что, открыв клинику, на следующий же день я там встану в очередь за Ламборгини, и в жизни моей все, больше не будет никаких трудностей и проблем. Я там буду каждый месяц отдыхать на лучших курортах мира, есть фуагра, пока не знаю, что это такое, и иметь золотую карту ювелирного дома-кортье. Если описать одним предложением, как я видел того, кто открыл свою клинику, это был гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Это вот цитата из фильма «Железный человек». И только сейчас, познакомившись со стоматологическим бизнесом максимально близко и с людьми, которые владеют лучшими клиниками в стране и за ее пределами, я понял, что название фильма больше подходит к описанию портрета собственника клиники, чем цитата из него. Владители стоматологических бизнесов — это реально железные люди. Медицинский бизнес — это один из самых сложных бизнесов в принципе, и я реально искренне восхищаюсь теми, кто идет по этой дороге и делает это максимально круто и эффективно. Я давно понял, что стоматологический бизнес — это не бизнес в классическом его понимании. На такие модели более применимо звание самозанятости, но, как по мне, оно слишком обесценивает те объемы усилий и работы, которые вкладывает собственник и главный врач. По моему скромному мнению, стоматологический бизнес — это не бизнес, это не самозанятость, это стиль и образ жизни. И заниматься им эффективно и круто могут только истинные фанаты своего дела, отдавшие этому делу намного больше, чем оно в принципе может принести, а именно время своей жизни. И все это ради благородной цели — помогать людям. И это не может не вызывать уважение. Когда вы не в рынке, со стороны кажется, что стоматология — это сверхприбыльный бизнес. Но это, к сожалению, не так. Есть, конечно, уникальные клиники, уникальные концепции, уникальные игроки рынка. И это круто, у которых вот так там все замечательно получается. Но знайте, что у каждого успеха есть своя цена. Ставьте лайк, если было полезно. 50 лайков делаем. Выпускай продолжение истории, чтобы я видел, что вам это интересно. Спасибо большое за просмотр. Удачи вам в вашей стоматологической практике. И до встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok